Самарская область стала одним из первых регионов, который присоединился к всероссийскому движению. Присягу ребята приносят в режиме телемоста между Москвой, Волгоградом и Севастополем. Счастью и гордостью нести высокое звание юноармейца. Клянусь! Клянусь! Основное действие развернулось в Москве. Напутственные слова юноармейцам страны произнес Сергей Шойгу. Именно Министерство обороны вышло с инициативой о создании всероссийского военно-патриотического движения. Знаки принадлежности юноармейцам в Самаре вручили губернатор Николай Меркушкин и полпредпрезидентов ПФО Сергей Чабан. Самара в этом отношении особый регион, город, который всегда славился и подвигом радным, и трудовым. И у нас традиции, заложенные нашими отцами, дедами, позволяют вот этот подвиг, их подвиг, нести очень достойно. Почему? Потому что у нас есть люди, на кого можно равняться, с кого брать пример. У нас есть люди, которые могут передать свой опыт молодому подрастающему поколению. Слова, которые сегодня произнесены, они многому обязывают. И я уверен, что те результаты, которые достигнуты нашими земляками, нашими дедами и отцами, вы успешно будете нести и дальше. Этим ребятам не больше 14, и они уже готовы служить Родине. Юно-армейцы будут принимать участие в военно-патриотических играх, олимпиадах, спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, а также нести вахту у Вечного огня и мемориалов. Особое внимание планируется уделить встречам и общению с ветеранами Великой Отечественной войны. Для меня это, прежде всего, огромная гордость вступить в ряды юно-армейцев. Мы первые из Самары, кто вступает в эти ряды юно-армия, развивает в нас патриотизм. Также, благодаря юно-армии, мы будем помнить о подвигах ветеранов. Эти ребята будут примером для следующих поколений юно-армейцев. И именно им предстоит бороться за звание лучших в стране. Первый всероссийский слет юно-армейцев планируется провести в Самаре. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков, События.